Всем привет! Те, кто смотрит мои видео, те знают, что я люблю пробовать разные марки натуральной косметики. И вот сегодня я хочу рассказать о двух марках, которые я решила протестировать на себе. Первое, с чего я начну, это марка Березок. Взяла я на пробу два средства. Это вот такое масло гладкая кожа. Это, кстати говоря, наша российская косметика, которая производится в Краснодаре. Состав у него полностью натуральный. Нет ничего вредного. Данное масло подходит и для кожи лица, и зоны декольце, и под глаза. Также можно его наносить на ручки, на ножки. Я, собственно говоря, это и делала. Обычная пластиковая баночка, незатейливый дизайн. И вот так выглядит само масло. Что мне понравилось в нем, вот сразу я открываю, и мне безумно нравится запах. Не могу его ни с чем сравнить, он просто очень-очень приятный. Когда вы его наносите на лицо, и этот запах ощущается, я вот просто кайфую. Понятно, что на вкус и цвет товарищей нет, но лично я очень-очень в восторге от этого запаха. Само масло, оно жирное, маслянистое, и плохо впитывается, если вы просто нанесли на кожу лица, допустим, и так оставили. Можете ходить очень долго, оно не впитается. Его нужно будет промакивать, и все равно будет вот эта вот жирность чувствоваться. Я нашла для себя какой способ. Я немного наношу масло под глаза, на кожу лица, и массажными движениями я начинаю его втирать, ну, там, минутку-две. После этого эффект масла потрясающий. Очень классно оно действует на кожу. Кожа становится бархатной, нежной, ухоженной. И, кстати говоря, несмотря на то, что это масло, у меня оно не забило поры, не вызвало никаких аллергических реакций, хотя я очень к этому склонна. Под глазами тоже прекрасно подошло, кожу напитало, убрало сухость, увлажнило. Я осталась очень им довольна, наносила, кстати говоря, пару раз на ножки, одевала носочки, и на утро ножки просто было не узнать. Они как у младенца, нежные и гладкие. Ну, на ручки я тоже немножечко наносила, но у меня, собственно говоря, оставалось после того, как я использовала его на лице. Хватает этой баночки очень-очень надолго, здесь буквально 50 мл. Но я пользуюсь два месяца, как я уже сказала, и даже на ноги наносила два раза. Как видите, у меня еще больше половины, наверное, где-то осталось. Ну, можно сказать, ну, половину, чуть больше половины. Поэтому безумно экономной, стоит копейки. Если ищете что-то себе такое, тем более сейчас на зиму, мне кажется, вообще прекрасно подойдет это средство. Если это закончится, обязательно возьму себе еще. Следующее, что я взяла себе на пробу от марки Берюзок, это вот такая оздоровительная маска Уход Тамбуканская, омоложение с гиалуроновой кислотой. В упаковке я, к сожалению, ее выкинула, там, ну, тоже была незатейливая такая бумажная картонная упаковочка, и там находились все вот такие баночки с омолаживающей маской. Сразу скажу, что здорово, что она, конечно, в стекле и в темном стекле, но доставать ее оттуда очень неудобно. Узкое горлышко, пальцами лизать мало того, что не гигиенично, но еще и неудобно. Я достаю шпателем, но не скажу, что тоже суперудобно. Запах у маски приятный, немножечко что-то такое есть от розы, но не сильный совершенно запах, просто какие-то нотки, что-то такое цветочное. Она очень такая нежная, какой-то консистенции сметаны. Мне понравилось, как она лежит на лице, как кожа ее воспринимает, но после того, как я ее, я ее в основном делаю на ночь и ложусь спать. И после того, как я ее смываю, все замечательно, все здорово, но на утро моя чувствительная кожа реагирует покраснениями. Вот это у меня вторая баночка, использовала я ее три раза. Я сначала думала, что на что-то другое у меня аллергия появлялась, но нет, каждый раз после использования этой маски у меня появлялась аллергия. И как вы видите, использована уже половина, даже, пожалуй, чуть меньше половины, то есть хватает ее не сильно на много раз. Вообще отзывы на нее очень хорошие, всем нравятся, все в восторге. Но имейте в виду, если вы захотите ее взять, кстати, цена у нее очень-очень даже доступная, за две баночки, мне кажется, я платила около 200 рублей. На нее единственный минус, что может быть аллергия. Но, видимо, на какой-то компонент в составе у меня все-таки есть аллергия. Очень-очень жалко, потому что уверена, что вообще марка неплохая и наверняка мне может тоже подойти. Следующая марка, с которой я познакомилась и продолжу также обязательно знакомство, это марка Микролис. Для начала я взяла две маски для лица. Одна маска для лица антивозрастная, 40+, сказано. И вторая пептидная маска для лица, это антикупероз. Начала знакомство вот с антикуперозной, видите, у меня здесь уже практически заканчивается. Потом взяла себе еще антивозрастную. Ну, давайте начнем вот с этой. Сказано, что она уменьшает сосудистые реакции, снижает чувствительность кожи, повышает защитные свойства кожи, уменьшает покраснение, воспаление, укрепляет состояние стенок капилляров. Замечательный состав. 50 мл объем, не тестируется продукция на животных. Маску нужно нанести на кожу, либо сухую, либо влажную, на 10-15 минут и потом ее смыть. Вот эта маска мне очень понравилась, она действительно делает все то, о чем здесь заявлено. Она снижает чувствительность, она уменьшает покраснение, воспаление. После ее использования у меня кожа становится более однотонной, более светлой. Она очень такая нежная, гладкая. Такое ощущение, что она получила какое-то дополнительное питание и ей очень нравится. Обязательно возьму еще вот эту маску. Осталось совсем немножко, буквально на два раза. У нее запах приятный. Цвет такой какой-то, ну, бежевый, наверное. Ближе к бежевому. Кожу не стягивает, хотя ощущение, что вы наносите глину на кожу. Собственно, она идет первой в составе. Но кожа совершенно не стягивает, не сушит и прекрасно подойдет для сухой кожи. Следующая маска это антивозрастная. Здесь уже 75 мл объема. У нее тоже замечательный состав. Наносить ее нужно уже на 15-20 минут и потом смывать водой. Сама маска тоже имеет приятный запах. Не очень приятный цвет. Он такой коричневый. Вот на крышечке, в принципе, видно. Такое ощущение, что вы намазали лицо чем-то не очень приятным. Но запах приятный и эффект потрясающий. Тоже мне очень-очень понравилось. Уже использовала несколько раз. Раз, наверное, четыре использовала. И, видите, у меня еще довольно-таки много здесь осталось. После этой маски лицо, знаете, становится как будто бы оно так напиталось, так увлажнилось. И когда вы ее смываете, рука вот по лицу просто скользит. Не потому, что оно какое-то жирное или вы плохо смыли. Нет, оно просто супер напитанное и супер получившее все то, что было ему необходимо на этот момент. Не скажу, что какие-то там морщинки у меня разгладились. Но вот в целом тянулось что ли. Не появилось никаких воспалений. То есть сейчас у меня в замечательном состоянии просто кожа после, вот, не знаю, наверное, благодаря вот этому уходу. Все-таки я сейчас только им пользуюсь. И некоторыми средствами Сайхерб, которые тоже мне очень-очень нравятся. Здесь тоже в составе имеется белая глина. На втором уже только месте. Но кожу, опять же, повторюсь, не сушит. Вот вообще ни на грамм просто. Ни на грамм не стягивает. Обычно после глины, какая бы она ни была, даже если с маслами, все равно ощущение какой-то стянутости есть. Особенно, когда она подсыхает на коже. Нет, здесь ничего подобного. Здесь просто колоссальное питание и уход. Цена у этой продукции тоже вполне адекватная. То есть никакие заоблачные цены не стоят. Это тоже российская продукция, которая выпускается в Новосибирской области. И тоже меня очень покорила. И третье средство, которое я тоже взяла этой марки Микролис, это крем для ног, шиповник и живица пихтовый. Здесь 125 мл, большой объем. Покажу состав. Очень экономный крем. Его нужно совершенно немного. Запах у него хвойный. Вот такого обычного светлого, светло-белого какого-то цвета. Очень хорошо ухаживает за ножками. Смягчает их, питает. Кожа становится очень нежной, ухоженной. Конечно, если у вас какие-то критические проблемы с ногами, то я не думаю, что этот крем справится. Но если у вас просто в нормальном состоянии, в хорошем состоянии, вам нужна какая-то просто поддержка, чтобы убирать сухость, чтобы ножки были в лучшем состоянии, то вот этот крем прекрасно подойдет. И когда я им не пользуюсь, у меня такое ощущение, что чего-то не хватает. Что-то вот у меня какого-то, не знаю, кожа питания не получает или какого-то дополнительного ухода. Тоже понравился. Обязательно повторю покупку, когда у меня он закончится. Но хватает его очень-очень надолго. Давно пользуюсь, еще достаточно много осталось. Вот такие средства я в этот раз попробовала. Обязательно продолжу знакомство. Вот с этой марки однозначно, да, насчет этой, ну, надо как-то так выборочно подходить, потому что боюсь я все-таки, что опять аллергия на что-то может появиться. Вот это пока все в точку, все понравилось, все подошло и просто вообще супер. Что цена, что состав и действие, конечно, отличное. На этом я свое видео заканчиваю. Ссылочки будут все внизу под видео. Нажимайте вкладку развернуть и увидите всю интересующую информацию. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч.